В Магадане завершилась летняя оздоровительная кампания. Закрылись 15 городских онлайн-лагерей. Несколько тысяч детей посетило две смены, каждая из которых длилась 21 день. Педагоги в своей работе ориентировались на полноценное оздоровление и досуг ребят, внедряли программы развития личности ребенка, виртуальные экскурсии, спектакли, концерты, встречи с интересными людьми, занятия с сотрудниками полиции, Росгвардии, МЧС, известными спортсменами. С наставниками воспитанники проводили каждый день по 5,5 часов. Каждый день имел определенную тематику. Какая была тематика дня, так и проводились мероприятия различных творческих направлений. Это конкурс рисунков, конкурс стихов, видеоприветствия, видеосюжеты, написание рассказа, день любви семьи и верности. Ребята презентовали, за что они любят свою семью, что для них означает слово «семья», «любовь». Роспотребнадзор этим летом не рекомендовал открывать загородные детские лагеря до 1 июля. В Магадане разработали свою онлайн-модель работы с детьми. Лагеря работали на базе школ по типу площадки с дневным пребыванием детей. В первой смене мы все это освоили. Уже поняли, как у нас режим работы, какие направления отрабатывать лучше. И во второй смене мы все это сплотили. И все получилось достаточно очень хорошо, успешно. В онлайн-лагерь зачисляли детей в возрасте от 7 до 14 лет включительно, без прохождения медицинских осмотров. Родительскую плату не брали. Раз в неделю каждый ребенок, зачисленный на площадку, вне зависимости от категории семьи, получал витаминный ланчбокс. Перечень продуктов, входящих в набор, согласовал Роспотребнадзор. В него вошли свежие овощи, фрукты, сыр, орехи, мюсли, соки, молоко и сладости на общую сумму 1750 рублей.